Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и в сегодняшнем видеоролике мы распакуем вот эту вот большую посылку из сайта iHerb. Если вы вдруг не знаете, что это за сайт, это сайт, на котором можно купить витамины, добавки, продукты питания, средства личной гигиены, что-то из косметики и может быть много еще чего. Много я уже заказывал и много чего еще заказал. Если вдруг надумаете покупать, я ссылку под этим видеороликом оставлю. Также оставлю там промокод на скидку, с помощью которого вы сможете сэкономить от 5 до 15%. Ну и помимо этих 5-15% можно еще экономить по акциям. Если бывают какие-то крупные хорошие распродажи, я всегда сообщаю в сообществе, в YouTube, отдельно иногда видео снимаю, когда очень интересные скидки бывают. И бывают они там и по 30, и по 35% на дни рождения iHerb. Там целый месяц был интересных скидок. Там, в общем, неплохо можно затариться. Итак, упаковка в них, как всегда, хорошая. Вот столько бумаги доупаковывают они, чтобы это все плотно складывалось. Итак, начнем, наверное, с чего? С витамина С. Ну, это один из самых частых продуктов или добавок, витаминов, которые я покупаю. Вот он, витамин С. Почему? Ну, во-первых, это один из самых важных витаминов, которые используются практически во всех процессах в нашем организме. Это первое. И второе, это то, что этот витамин очень важен для иммунитета. Есть еще несколько, и некоторые вот здесь еще будут, я расскажу. Но этот считается одним из самых главных. Как раз сейчас это то, что нужно. При множестве разных инфекций, вирусных инфекций, ОРЗ, простуд и гриппов, этот витамин вам будет нужен. И многим и себе, и знакомым я точно так же заказывал. Для чего он еще нужен? Ну, он нужен для нашей кожи. Он является кофактором для многих витаминов, других минералов и аминокислот. Например, тот же самый коллаген хорошо усваивается вместе с витамином С. И не только коллаген, а и другие аминокислоты. Также он нужен для лучшего усвоения железа. Вместе с железом лучше всего принимать витамин С или же железо и, например, апельсиновый сок или лимонный сок. Так железо намного лучше усваивается. Ну, и для лучшего усвоения витамина Д точно так же нужен витамин С. Ну, а также он еще является антиоксидантом, который защищает наши клетки от окисления. Ну, и проблемы, которые могут быть с витамином С, с недостатком витамина С. Это самое распространенное, я думаю, наверное, вы слышали. Это цинга, который раньше очень сильно болели моряки. Не знали, но вот как раз это было из-за недостатка витамина С. Это кровоточащая десна, это выпадение зубов. Вот это вот самые основные проблемы недостатка витамина С. Конечно же, сюда можно еще подвязывать варикоз, геморрой, варикозное расширение вен. Это все может быть из-за недостатка витамина С. Но не только. Может быть еще другие факторы. Ну, и по источникам. Я думаю, вы привыкли слышать, что это цитрусовые лимоны, апельсины. Это одни из самых лидирующих по содержанию витамина С. Да, в действительности там витамин С есть, но это не самые лидирующие, а самые такие, можно сказать, максимальная концентрация витамина С, это в сладком болгарском перце, красном или же зеленом. Также в капусте, в квашеной капусте, а уж потом только идут цитрусовые. Да, еще в помидорах, наверное, даже больше, чем в обычных цитрусах. А уж потом это лимоны, апельсины, мандарины. И чем слаще, тем, чем слаще фрукт, апельсина, мандарина, например, тем меньше там будет витамина С. Так что имейте это в виду. Ну, и по дозировкам, смотрите, здесь витамин С 500 мг, очень много продается по 1000 мг. Я же не советую принимать огромные дозы 1000 мг. И очень часто лучше дозы мельче, но чаще. Это когда вы болеете. Если вы не болеете, для профилактики можно раз в день принимать там и 500, и 250 мг. И этого должно быть достаточно. И второй по значимости элемент для иммунитета это цинк. А может быть даже он и первым идет. Цинк, который очень нужен нашему иммунитету и лучше всего в комплекте с витамином С. Опять-таки форма эта неплохая. Цинк, цитрат, стоимость приемлемая. Можно купить побольше. Тем более дозировка здесь 50 мг. Я так скажу, можно взять дозировку побольше. 50 это довольно-таки не маленькая дозировка. Для профилактики она не подходит. Подходит для устранения дефицитов. Это уже дозировка. Или же при заболеваниях. Например, при тех же вирусных, ОРЗ или гриппе. А также здесь скажу вам такой лайфхак. Можете делить на двое. И это как раз будет вполне адекватная доза. 25 мг для взрослого человека. Для чего нам нужен еще цинк? Чаще, ну помимо самого иммунитета, это кожа, волосы, ногти, зубы. Вот для всего этого нам точно так же нужен цинк. И еще он очень важен для синтеза гормонов. В основном для тестостерона больше всего, гормона роста и инсулина. С помощью цинка синтезируются такие гормоны, как тестостерон. Ну и я думаю, может быть те, кто сталкивались, слышали, при кожных заболеваниях, при грибковых заболеваниях, всегда рекомендуют использовать мазь там, где есть цинк. Вот это вот совершенно верно, потому что цинк помогает бороться с грибками и грибковыми заболеваниями. Если мазь, это снаружи, если не мазь, если капсулы или таблетки, это внутрь. И то, что я говорил, что он нужен для нашей кожи, да, для кожи он еще нужен для того, чтобы быстрее заживали раны. Также я упоминал, что он нужен еще для наших волос. Это в действительности так, если взять какой-либо комплекс витаминов для укрепления и от выпадения волос, вы там найдете, в любом из этих комплексов вы найдете цинк. Поэтому можете сами собрать такой комплекс, посмотреть, что к чему и как, выбрать те формы, которые вам нужны или оптимальны, и собрать такой вот комплекс. Ну, это если вам нужно, если вам это интересно. И источники содержания цинка в продуктах. Максимальные это устрицы и морепродукты. Дальше это мясо, яйца, ну и рыба. И также есть еще семена, орехи, семечки. Максимально биодоступные это морепродукты, яйца, мясо, устрицы. И немного меньше это семена, орехи и семечки. И следующее у нас это вот такая вот большая упаковка. Это изолят сывороточного протеина. Что это такое? Ну, что такое протеин? Протеин это концентрат белка. Можно так сказать, или просто белок. Вот так будет правильно. Существуют два варианта. Это я сейчас рассказываю просто для общей информации. Существует два варианта. Это сывороточный концентрат и изолят сыворочного концентрата. То есть, какая разница между ними? Сывороточный концентрат это тот же белок, только в одной порции, в одном в 100 граммах, например, меньшее количество будет белка, чем в изоляте сывороточного протеина. Как делают? Ну, например, делают из молока, делают сыр, остается сыворотка. Из сыворотки делают уже сывороточный протеин, концентрат, а потом из концентрата делают изолят. Вот это вот как раз изолят. То есть, например, в 100 граммах сывороточного концентрата будет 18 грамм белка, сывороточного изолята будет там 28 грамм белка. Вот и вся разница. То есть, в концентрате больше углеводов и жиров, но меньше белка, а в изоляте больше белка, практически нет жиров и практически нет углеводов по минимуму. Вот основные отличия. Но и зачем, если вы думаете, что белок нужен только тем, кто занимается спортом? Нет, увы, вы не правы. Белок очень нужен всем, всем поколениям, от малого до старого. В основном это нужно и малым, когда они растут, потому что белок нужен для формирования всего нашего организма, всех внутренних органов, внешних органов, кожи, волос, зубов, всего. Все мы практически полностью состоим из белка. Чем активнее вы растете, чем активнее вы двигаетесь, соответственно, больше вам белка и нужно. Мужчинам нужно больше белка, женщинам немного меньше белка. Есть нормы по потреблению белка. Одни трактуют так, другие трактуют так. Но вот есть норма для, среднестатистическая норма для взрослого человека, для мужчины 1 грамм на 1 килограмм веса. Это если вы, ну можно сказать, офисный планктон, который занимается практически всегда сидячей работой. Вы далеко не ходите физическим, физическими нагрузками, практически не занимаетесь. Вот этот считается ваш вариант. Если вы достаточно таки активный человек, ну хотя бы как минимум пешком ходите на работу, там по несколько километров туда-назад, ну или проходите там 10 тысяч шагов, или изредка хотя бы ходите в спортзал или занимаетесь какой-либо активностью, то это 1,2 грамма на 1 килограмм веса. И если вы занимаетесь систематически спортом, то есть ходите на тренировки 2-3 раза в неделю или больше, любительски, непрофессионально, тогда потребление можно и желательно повышать там 1,5 грамм на килограмм веса. Но смотрите, это множество есть разных теорий. Я не говорю, что это на 100% верно, вы сами можете посмотреть и загуглить. Ну например, если у меня вес 75 килограмм, то если я офисный планктон, мне нужно 75 грамм белка. Я сейчас сделал некоторые обозначения себе и просто скажу, что нужно, сколько есть, чтобы восполнить ежедневные потребности по белку. Ну вот, к примеру, если вы не активный человек, и чтобы полностью покрыть потребность в белковых продуктах, вам нужно съесть 400 грамм говядины. Если вы среднеактивный человек, 500 грамм. Если вы занимаетесь спортом, непрофессионально, потому что профессионально, там нужно до 2 грамм белка потреблять в день, и это довольно-таки уже много. И вот, если вы активный человек, и занимаетесь хотя бы несколько раз в неделю спортом, то это 620 грамм говядины. Если это будет свинина, это даже немножко больше будет получаться. Если это яйца, то, к примеру, если вы не активный человек, это 600 грамм или 11 штук яиц в день. Если активный, то это 750 грамм или 14 штук яиц в день. И если вы занимаетесь спортом, то это 930 грамм или 17 штук. Ну, к примеру, творог, это 340 грамм, 400 или 500 грамм. Если это молоко, то неактивному человеку нужно выпить 2,5 литра, чтобы покрыть потребности. 3 литра, это если вы среднеактивный человек, и 3,8 литра, если вы занимаетесь спортом. Но альтернативный источник белка, это гречка растительный. Здесь неактивному человеку нужно 625 грамм, активному 750, если занимаетесь спортом 930. Выглядит это, конечно, много, но если все сбалансировать и построить правильно свой рацион, есть 3 раза в день, завтрак, обед и ужин, может быть, изредка вставлять где-то перекус, если тяжело, то можно выровнять весь рацион и добиться тех значений 1,2 грамма для активного человека или 1,5 грамма для того, кто занимается спортом, кто ходит в тренажерный зал, очень легко. Пример, завтрак это 100 грамм мяса, 100 грамм гречки, 150 грамм салата или овощей, 30 грамм сыра, это совсем немного, и того мы получаем здесь 41 грамм белка. Нормально. И за один прием в идеале получать от 25 до, к примеру, 40, можно даже немножко больше, ну, чтобы в среднем получалось где-то 25-30 грамм белка. Это для мужчин, и вес, ну, вот я примерно раскидывал на свой вес где-то 75 килограмм. Обед, например, обед, это 100 грамм риса, 4 яйца, овощи или салат, и того 36 грамм. И ужин, 100 грамм куриной грудки, салат, овощи, 30 грамм сыра, и того 34 грамма. Итого за день мы получаем 110 грамм. Это практически покрывает норму в 1,5 грамма на 1 килограмм живого веса. А это активный человек, который занимается спортом 2-3 или немножко больше, может быть, раз, и этого будет достаточно. Так что, либо нужно сбалансированное питание, либо нужно вот как-то добавлять. Я прекрасно знаю по себе, что, ну, стараюсь, конечно, питаться правильно, сбалансированно, но не всегда получается. В один день получается 3, иногда, может быть, даже 4 раза поесть, а в другой день, получается, может быть, 2 раза поесть, и, может, перекус какой, а может и нет. А иногда получается, что один раз полноценно и плотно поесть, и где-нибудь, когда-нибудь какой-нибудь перекус. Но так нехорошо. Если это иногда случается, то это нормально, если это постоянно, то это нехорошо. Это уже дефицит белка и всех остальных нутриентов. Ну, и вот на этот случай быстро просто вот этот вот протеин, одна ложка мерная, которая здесь идет в комплекте, добавляете либо в пищу, либо просто с водой разбавляете, и вот прием есть у вас. И, к примеру, я вам так скажу, если хотите сберечь фигуру, но любите много есть, лучше употреблять немного больше белков, нежели жиров и углеводов. На переваривание белков уходит намного больше энергии, нежели это углеводы и жиры. Зачастую углеводы и жиры уходят больше в жир при избытке, а белок идет на строение наших мышц, наших тканей. Так, ну и почему именно этот протеин? Ну, во-первых, потому что здесь никакого ни глютена, никаких добавок, никаких ГМО, сои, только очищенный, там множество методов, чистый протеин. Здесь практически нет лактозы, у кого может быть, вот здесь таки написано, у кого может быть аллергия, и большая упаковка, здесь 2,27 кг, хватит на 73 дозы, можно так сказать, да. Мерная ложка и, пожалуйста, как быстрый вариант, просто восполнить дефицит белка за день. Очень хорошо, там, например, после тренировки, сразу же после тренировки, те, кто занимаются спортом, прекрасно знают, что есть там окно, которое длится, одни говорят, там, 30 минут после тренировки, другие говорят, что час, третьи говорят, что вовсе никакого окна нет, можно просто после тренировки плотно покушать, или протеин, или белковые продукты, и все будет хорошо. Чтобы ваши мышцы не разрушались, а они больше строились. То есть, чтобы просто-напросто не деградировали, не просто так ходили в зал для разминки, а чтобы и мышечная масса как-нибудь увеличивалась. Так что сбалансируйте свой рацион, питайтесь правильно, периодически занимайтесь спортом, желательно не периодически, а постоянно хоть какое-то движение, и не сидите постоянно и не лежите. Если у вас сидячая работа, делайте хоть какую-нибудь активность в течение дня, и хотя бы 2-3 раза в неделю посещайте спортзал, или занимайтесь какой-либо тяжелой физической нагрузкой. Все ссылки на то, что я сегодня вам показал, я оставлю в описании под этим видеороликом. Также не забывайте использовать промокод, если вы будете покупать. Есть возможность сэкономить от 5 до 15%. Следите за новостями, может быть чаще будете попадать на разные скидки и распродажи. Всем, кому этот видеоролик чем-то понравился, или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и соцсети. Не забывайте о моем еще первом и втором канале, там выходят разные видеоролики на совсем другие тематики. Может это вам точно так же будет интересно. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok